Да, вот именно так готовится знаменитый коктейль Растенелл, ржавый гвоздь. О нем чуть позже. За очередной 100-граммовой порцией сегодня мы отправляемся в Шотландию, которая подарила человечеству немало забавного и прекрасного. Ну, например, мужскую юбку Кильт Волынку, Вальтера Скотта и Роберта Бернса, группу Франц Фердинанд, наконец. Но на первое место, конечно же, нужно поставить Скач. Уникальный шотландский виски, в хитрости которого мы с вами неоднократно разбирались. Так вот, самый мужской из всех ликеров, который выпускается в мире, делают в Шотландии на основе знаменитого Скача. И называется этот ликер Драмбуи. Вообще странно, как там называть этот вставляющий неподетский напиток ликером, хотя бы из-за его крепости. 40 оборотов, не сомневайтесь. Но, тем не менее, это ликер, да еще какой. История Драмбуи окутана романтической тайной. Шотландцы – нация непокорная, которая в свое время устраивала разборки даже с Великой Римской империей. В XVIII веке там привычно бузили из-за нежелания быть подданными английских королей. Парни в юбках хотели независимости. И в июле 1745 года законный наследник шотландского престола принц Чарльз Эдуард Стюарт собрал ополченцев и пошел войной на Англию. Но даже несмотря на то, что красавчика Чарльза поддержала Франция, шотландцы тогда потерпели поражение, так как англичан было в разы больше. Ну а принцу удалось бежать и скрыться на острове Скай возле берегов Шотландии, где ему пришлось провести в изгнании несколько лет. И приютил на острове опального принца некто капитан МакКинон. Отблагодарить этого человека принцу было особо нечем. Поиздержался парень в боях, поэтому он отдал МакКинону самое дорогое, что у него было. Секрет древнего напитка шотландских королей, который спасал монархов от хандры и всех болезней сразу. Этот рецепт более ста лет бережно хранился в семье МакКинонов, а в 1892 году на нем решили сделать деньжат, зарегистрировав ликер Андрамбуидех, что с Гельского переводится как напиток, удовлетворяющий всем требованиям. В 1906 году, когда ликер наконец поступил в продажу, его название сократили до одного единственного слова – Драмбуи. По сей день рецепт Драмбуи семейство МакКинонов хранит в строжайшей тайне. Специалисты, которые пытаются вычислить его составляющие, пока точно установили, что основой ликера служат однослодовые шотландские виски, выдержанные не менее 15 лет. Также они углядели в нем шафран, который придает напитку его знаменитый янтарно-золотистый цвет и знаменитый шотландский вересковый мед. Известно также, что выдерживается ликер Драмбуи в дубовых бочках порядка 20 лет, не меньше. А самое главное, увы, по-прежнему тайна. Набор пряностей и трав, которые придают ликеру его неповторимый вкус, основательно засекречен. Как я уже говорил, это не сладенькое баловство для блондинок, а реальный мужской 40-градусный напиток. Но, несмотря на свою крепость, Драмбуи имеет очень мягкий, очень насыщенный вкус, с богатым пряным таким послевкусием, описать словами, которые я, пожалуй, не возьмусь. Вы должны попробовать и разобраться в этом сами. Шотландцы предпочитают пить Драмбуи в чистом виде и обязательно комнатной температуры. Если его охладить хорошенько, мед не сможет показать, на что он способен. Это, конечно же, классический диджи-стив, который просится после ударного ужина. Шотландцы еще добавляют его в кофе или чай. Ну, в кофе я добавлять пробовал, неплохо, но все-таки рекомендую сначала оценить древний напиток шотландских королей в чистом виде. А заодно и попробовать определить, какие травы в него добавляют. Ну, а если вы из числа миксологов, то бишь любители смешивать себе дринки, то без ликера Драмбуи вы не сможете насладиться ржавым гвоздем, коктейлем Rusty Nail. Для этого, помимо Драмбуи, вам понадобится приличный выдержанный скач, ну, например, Famous Groose в тяжелом толстого стекла бокале, вот в таком, какой вы сейчас видите. Их обычно называют Old Fashioned. Смешайте две части скача с одной частью ликера Драмбуи, добавьте один единственный кубик льда и ни в коем случае не спешите. Ржавый гвоздь должен постоять, он должен немного прослезиться, подтаять. Вот тогда он произведет должное впечатление. В общем, приятного вам вечера в компании древнего королевского ликера Драмбуи. Это была очередная хмельная история из цикла «100 грамм». Вы слушаете, смотрите шоу «Почти дома». Меня зовут Андрей Ласкателев.